Микс Ньюс Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Программа Добро пожаловаться И в нашей студии председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир И председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко, добрый день Добрый день Мы, как всегда, готовы отвечать на ваши вопросы Все, что касается коммунального хозяйства Звоните нам 67212-939-67213-939 Пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Всю практически прошлую программу мы посвятили счетчикам Было очень много вопросов Но вот, к сожалению, под конец, когда посыпались вопросы просто как из мешка У нас уже время программы настолько поджимало, что не успевали и ответить, и принять все звонки Поэтому, ну, просьба раскачиваться быстрее, чтобы мы успели вас проконсультировать Ну, а пока поговорим, наверное, о ремонтах Сегодня вот у нас такая будет тема Да, совершенно верно Потому что сейчас, как мы и в прошлой передаче говорили Сейчас самое время задумываться о том, что будет происходить с нашими домами летом и весной То есть в строительный сезон Потому что все-таки состояние жилого фонда можно описывать Особенно я имею в виду жилого фонда, который появился в результате массовой застройки в советское время Ну, как, скажем, достаточно уже напряженные Сколько уже, наверное, лет, ну да, 30 лет прошло 40 лет То есть это от 30 до 40 лет И если конструкционная часть, скажем, силовая часть зданий Вряд ли вызывает какие-то особенные вопросы То вот инженерные коммуникации и отдельные элементы конструктивные Они, конечно, находятся в таком достаточно, скажем, бедственном Потому что бедственном нельзя сказать, ну, в достаточно плохом состоянии Именно в связи с тем, что мы не обеспечиваем регулярное техническое обслуживание и ремонт этих зданий А с чем это связано? С нежеланием жильцов, отсутствием денег, отсутствием опыта? В первую очередь это связано с финансированием В первую очередь это связано с финансированием Ну, вот сейчас мы продолжим Пока будем принимать попутно ваши еще звонки и вопросы Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Скажите, пожалуйста, как можно призвать к ответственности Дома управления? Рика сам упорвал мне Две недели не могут поменять стояк Первый этаж, бабушка живет 85 лет, заливает ее уже две недели Бесполезно, непробиваемые люди там работают Так, вопрос в крик о помощи Ну, крик о помощи Не могу комментировать Призвать к ответственности Дома управления Ну, для этого нужно доказать ущерб И доказать не только наличие самого ущерба А это касается любого Дома управления То есть вы должны доказать, во-первых, и зафиксировать факт действия или бездействия, которое привело к ущербу То есть если Дома управления, допустим, не производит ремонт в связи с отсутствием денег Ну, вы можете в этом обвинить, конечно, Дома управления Согласиться ли с вами суд, это уже вопрос номер два И это такое, ну, скажем Следующее, там очень много моментов есть Поэтому, скорее всего, я бы сказал так, что Сначала надо либо решать вопрос о том, чтобы как можно скорее эту ситуацию неприятную остановить и предотвратить Что значит, заливает две недели и что никто кран не закрыл Вот такой вопрос Наверное, как-то немножко по-другому Это все звучит Это с одной стороны С другой стороны, если вы не можете каким-то образом достигнуть согласия с Дома управления То у вас есть записанное в законе право сменить управляющую компанию Почему-то все думают, что вот можно кого-то там наказать Можно кого-то куда-то призвать к суду Я думаю, что это путь возможный, но крайне неэффективный То есть суды, тем более общего гражданского дела производства Они будут длиться несколько лет Давно уже вся актуальность пропадет, пока вы до чего-нибудь досудитесь Здравствуйте Скажите, я вам хочу добавить по этому же вопросу Вы знаете, они приехали, определили, что текет стоят Который чугунный советских времен Понимаете? И если я буду подавать в суд Это у бабушки потолок обвалится уже за это время точно Вот в чем вопрос Ну вопрос такой Если чугунный, значит канализация Значит канализация Значит ее надо ремонтировать Но опять-таки здесь вы призываете меня в орбиту И не могу я быть в орбиту в этом вопросе А вы, значит, этим дефектом занимаются Почему там конкретно не происходит ремонт Ну вам надо скорее всего выяснить это в домоуправлении Но еще раз я подчеркиваю, что когда вы находитесь под обслуживанием РНП Это означает, что ваш дом проигнорировал требования закона о приватизации И не завершил процесс приватизации Не принял решения об управлении И не выбрал себе управляющую компанию Поэтому в жестком варианте мой ответ будет звучать так Что вы сами нарушаете закон и после этого хотите кого-то призывать к ответу по закону Выполните требования закона Выберите себе обслуживающую организацию Постройте с ней правильные отношения Я не говорю, что надо рвать отношения с РНП На самом деле сейчас вы находитесь в условиях принудительного управления То есть вы не выбирали РНП РНП вам назначена по закону в связи с тем, что вы не приняли решение об управлении вашим домом Примите решение, выработайте требования Вот тогда уже в этом договоре новом обновленном с РНП можете записать и санкции И все что угодно там можно записать и договориться с ними о том, что будет такой договор Тогда вы можете призывать к ответственности На самом деле сегодня, ну, вряд ли вы что-то можете такое эффективное сделать Ну, надеемся, что мы ответили И тем более, что наверняка ситуация-то такая типичная И для многих, ну, многим могут столкнуться с ней Просто вот мы остановились на том, что одной из главных проблем для планирования Ну, точнее сказать, для того, чтобы заниматься ремонтами Для того, что в плохом состоянии находится система канализации Ну, и коммуникации, плохое финансирование Да, конечно Что значит недостаточное финансирование? Ну, давайте с вами рассуждать таким образом Есть сроки службы, у каждой вещи есть свой срок службы И когда мы планируем свое семейное хозяйство, домовое хозяйство Мы, как правило, предусматриваем, что, ну, через какой-то период времени Надо будет либо обновить, либо купить новый там какой-то предмет Либо бедовой техники, либо мебели, либо одежды То есть мы это планируем, мы с этим согласны Что через какое-то время придется менять В отношении собственности недвижимости Абсолютно другая точка зрения Что все кто-то должен сделать и как-то должен сделать Вот, а я здесь ни при чем И вот сегодня можно возмущаться не в обиду этому радиослушателю Сказано тем, что коллекционный стояк течет Хотя он, наверное, течет не только над этой бабушкой А потенциально он должен течь уже везде Потому что его срок службы уже выработан То есть он может треснуть в любом месте, в любой момент И никто от этого не застрахован Поэтому, если мы говорим о нормальном домохозяйстве То тогда вот таком на квартирном доме То такие ремонтные работы нужно планировать И эти финансовые потребности нужно планировать на много лет вперед Ну, я могу привести такой пример Водопровод из металла Изготовленный из металла Он, его срок службы 20-22 года То есть ты, если ставишь металлический водопровод Сегодня ты должен запланировать, что через 22 года У тебя должны быть деньги на его замену Иначе ты будешь подвержен риску, очень высокому риску Перебоев водоснабжения как минимум Как максимум залития, постоянному залитию Чугунные канализационные системы должны жить не более 40 лет Они, кстати говоря, отжили свои 40 лет И в связи с тем, что, видимо, мы бытовую химию начали какую-то достаточно агрессивную использовать Они стремительно пошли сейчас на нет То есть это повальная проблема И кровельное покрытие В зависимости от вида и типа Ну, в среднем Должны меняться раз в 10 лет Швы должны ремонтироваться раз в 5-7 лет Межпанельные швы И так далее Можно этот перечень продолжать и продолжать И, в принципе, в идеале, конечно, надо было предусматривать план развития Или план содержания дома с тем, чтобы Вот к этому году должны быть такие деньги К этому году должны быть такие деньги И должны быть накоплены И эти работы должны быть запланированы И что еще, я бы сказал Что, наверное, обязательно Они должны быть вовремя исполнены А кто должен делать такого рода аудит Чтобы понять, в какому сроку? Ну, во-первых, есть нормативы Которые уже определяют Сроки службы определенных отдельных элементов Есть нормативы Второе, есть инженеры И когда приближаешься к нормативному сроку службы Тоже здесь, на самом деле, это ориентировочный Среднестатистический срок службы В зависимости от условий эксплуатации От того, как эксплуатировал В зависимости, ну, скажем, если водопровод От качества воды и так далее То здесь возможны всякие разные варианты Поэтому предусмотрена процедура Подходим к концу сроку службы данной коммуникации Либо элемента конструктивного Заказываем техническое обследование Специалист изучает состояние И дает свой прогноз И дает свое заключение Либо это можно еще продлить на несколько лет Либо это надо менять Либо это может служить достаточно долго Там варианты есть различные Но этот комплекс мер, он должен финансироваться Он должен работать как конвейер Каждый год должны выноситься на ремонт И без, понимаете, вот какого-то особенного обсуждения Но надо делать крышу У нас же как обычно происходит Крышу надо делать, собираем собрание Дорого, нехорошо, не надо, мне не течет А у меня на первом этаже живу Ну, масса там всяких отговорок Все И положи, кстати, да По-моему, даже один из слушателей Искренне удивлялся, что он, живя на первом этаже Должен платить за ремонт крыши То есть он искренне считал, что это дело Жильцов верхнего этажа Ну, правильно Но если будет холодно на первом этаже То тогда, значит, это дело жильцов первого этажа Ну, невозможно это Все Все, и на самом деле, ну, не может быть вот этот Я понимаю всю болезненность вопроса Потому что это деньги И деньги достаточно немаленькие И это вопрос доверия между организацией Которая постоянно типа навязывает вам ремонт И вами до чего они хотят Они непрерывные Кстати говоря, в социальных сетях есть несколько таких Сообществ собственников, которые обсуждают Эти вопросы Ну и, как правило, там две тенденции Нам кто-то должен был сделать И вообще никто ничего никогда не делал Это первая такая реакция на любую инициативу И вторая реакция Они опять хотят денег Вот как-то вот третья реакция о том Что все-таки давайте обсудим И что-то надо сделать Вот я как-то не увидел Вот там вот такие две реакции Ну, в этом случае очень сложно будет что-либо сделать И возмущение будет только нарастать Потому что, понимаете, меня немножко тревожит тот момент Что эти дома были построены в очень короткий период Они были построены практически в 10 лет То есть они имеют одинаково плохое историческое обслуживание И они имеют одинаковые болячки И этот нарыв все набухает, набухает, набухает И в один момент он может очень сильно лопнуть Причем лопнуть не так, что в одном доме А лопнуть сразу по всему городу И вот тогда начнется проблема Потому что вот эта тенденция и, скажем, равнодушие Либо отстраненность собственников от собственного жилья Она немножко странновата А если вернуться к проблемам То, как правило, это крыши Межпанельные швы Если мы идем так По степени того, что нужно делать как можно быстрее Следующее – это водоснабжение и канализация Следующее – это система отопления Потому что вот эти Если мы сможем устранить эти основные проблемы То тогда можно совершенно спокойно говорить о том Что здание будет эксплуатироваться достаточно долго Ну и, скажем, более-менее экономично Насколько, опять-таки, здесь должно быть участие всех жителей Потому что это, опять-таки, вопрос Почему я должен платить А, скажем, мой сосед там не платит Или по принципиальным причинам Или у него нет денег Или он уехал куда-то в далекую командировку И он не принимает участие в жизни дома Понимаете, здесь два вопроса Вы задали на самом деле Финансовые возможности собственника квартиры Мы не будем обсуждать Потому что они действительно разные Но, тем не менее, закон не рассматривает Возможности того, что собственник Не будет оплачивать чего-либо Что принято или предписано нормативными актами Или принято на соответствии с требованиями закона Поэтому весь вопрос заключается в том Что насколько собственники квартиры Должны быть вовлечены в этот процесс принятия решения Потому что, к сожалению, латвийское законодательство Говорит практически так Если у тебя течет крыша То ты можешь взять Вот домофраг Можешь взять своим пальцем Заткнуть эту крышу Очень банально Или взять пластилин Залепить эту дырку И это тот минимум Максимум действий Который он может сделать Чтобы предотвратить аварию И ни с кем не согласовывать А все остальное Это начинается уже собрание Это начинается процедура принятия решения Ожидание этого решения И если решение собственника будет отрицательное Значит ничего делать не будем Вот у нас так вот построено законодательство И получается так Что если человек Либо не посчитал нужным принять участие В процедуре принятия решения Я имею ввиду здесь и собрание Или голосование на бумаге Это не важно Посчитал ненужным Пропустил этот момент Ну Посчитал это не важным Не важно в силу каких причин Он просто отстранился от принятия решения Это означает что он голосует против И поэтому Десять человек можно успешно заливать с крыши Двадцать игнорирует свои обязанности собственника И с этим вопрос закрывается Еще один вопрос Вопрос у нас в прямом эфире Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Скажите пожалуйста А можно ли заставить принудительным путем Сделать техническую экспертизу в доме Кого? Жильцов дома Я жилец дома Так Матрец управляющий Который ничего не делает В качестве ремонта Ну вот этих труб Всего-всего Я бы хотела Сделать Через Бу-Валду Принудительную Экспертизу дома Ну я думаю Что маловероятно Маловероятно Потому что Если у вас дом находится В историческом центре Если Вы Ваши Вы добьетесь того Чтобы Бу-Валда Признала деградацию Ваше здание Деградирующим То тогда Бу-Валда Примет решение Что это здание Деградирует А дальше Включается Механизм Налогового Наказания То есть Налог по недвижимости Вырастет У вас В 10 раз Больше будет И Соответственно Бу-Валды Потребуют Чтобы были Произведены Проектно-изыскательские Мероприятия Я думаю Что вы Немножко Не тот путь Хотите выбрать Вам нужно Идти через Собрание Собственников Либо Обязать Управляющую Компанию Привести Техническое Обследование Вашего дома И Соответственно Подкрепить Это решение Финансами Это не такие Большие деньги Или Просто сменить Управляющую Компанию Но Бу-Валда Здесь вам Не будет Помощником Если просто Вот У вас Здание Не Вызывает Опасения С точки Того Что Оно Влияет Становится Деградирующим И влияет На окружающую Среду Либо Если Это здание Действительно Не является Опасным Для проживания У этих органов Нет такой Компетенции Ну что же Я думаю Что мы сейчас Наверное Ненадолго Прервемся После чего Продолжим Эфир программы Добро пожаловаться Председатель правления Товарищества Центр консультации Собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В нашей студии Продолжается Программа Добро пожаловаться Я напомню Что председатель Правления Товарищества Центр консультации Собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В нашей студии В том числе Готов ответить На ваши вопросы Звоните 67212-9399 67213-9399 Любые вопросы Которые касаются Жилья Мы Вот сегодня Говорим О том Что необходимо Эти ремонтные работы Планировать Загоди И вот сейчас Уже думать о том Что весной И летом Будет происходить В вашем доме И кстати Ну вот о том Что дома 40-летней давности Которые так Строились Активно 40 лет назад Они потихонечку Приходят в негодность Приходит в негодность Коммуникации И если Ну вот Не производилось Никаких ремонтов Это может создать Угрожающую ситуацию Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Мне такой вопрос Год назад Был произведен Капремонт Кровли на вес В подъезда Был сделан Брак в работе Так как Не соблюден Наклон Кровли на вес И вот уже Год на кровли на вес Стоит вода После окончания Работ Капремонта Был составлен Жильцами Дефектный акт Но Ижская нам Упарлав Не отреагировала И до сих пор Ничего не делает И стоит И деньги Списал со счета Как нам быть Спасибо В данном случае Просто Надо просто Объяснить А почему Нет реакции На ваше заявление Ну первый вопрос Который Наверное Надо ответить Второе Если есть Такой брак Ну наверняка Там есть Возможности Исправить Потому что Гарантийный срок На строительные работы Два года Еще один Вопрос Звонок Здравствуйте Доброе утро Извините Если вопрос Может быть Не по адресу Скажите Пожалуйста Часть дома Отдельная Парадная Может ли Сделать Ремонт Не обращаясь К средствам Общего дома То есть Оно оплатит Расходы На ремонт Только И средства Жильцов Своего Парадного То есть Другими словами Вы хотите Сделать Ремонт Своего Подъезда Сами Не вовлекая В этот дом Да Конечно Можно Да Спасибо Еще Конечно Можно Доброе утро Доброе Я хочу Задать Господину Сидорко Не очень Лицеприятный Вопрос Он сейчас Поймет Почему Я это Задаю Значит У нас Кооперативное Жилище Не буду Называть Его Да Софинансирование Почему То Эта программа Как-то Не идет Она Как бы Стоит Подписи Собрали Все сделали Почему Деньги Не выделяется Доколе Это вообще Будет А может Это все Таки Программа Заглохла Софинансирование Какое Я прошу Прощения Софинансирование Что Евросоюз Должен Тоже Помочь На 50% О Благоустройстве Дума То бишь Это или ремонт Или еще Что-либо Не еще Ремонт И что-либо Есть Два вида Насколько я знаю Сейчас два вида Было в этом году Доступно Помощи Материальной При производстве Определенного Вида Работ Это фонды Европейского Союза Это программа Которая Курирует Аутум И Там Совершенно Жесткие Условия Должна Быть Произведена Комплексная Реновация Здания Там Очень Достаточно Жесткие Условия По техническим Характеристикам То что Должно Получиться В итоге По Материалам И так далее И Эти деньги Выделяются Они еще По-моему Я понял Я так понимаю Еще распределение Этих денег Не закончилось И все Кто хотят Они могут Претендовать И претендовали Крайне Я не вижу Здесь проблем Допустим В моем Кооперативе Дома Претендовали И получили Это софинансирование Уже давно Его Освоили Это первое Второе То что было Это новый продукт Насколько я наслышан Торрическое Энергетическое Агентство Получило Средства Торрической Думы Для того Чтобы стимулировать Процессы Ремонтных Работ И ряд Ремонтных Работ Должны Были Могли Получить До 50% От стоимости Из Бюджетовической Думы Эта программа Тоже полностью Освоена То есть там Мне трудно Сказать Скоро По суммам И по количеству Проектов Но насколько я знаю Под сотню Там точно Совершенно Проектов Было Реализовано И деньги Получили Так что Интересуйтесь Себя Дома Почему Вы Не Подали Доброе утро Здравствуйте Сделайте Чуть Тише Добрый Добрый День Я Звоню Вам Мы Живем В 12 Итажке Там Около Гоу Планет Вот И я Хотела Узнать Когда Приблизительно У нас Будет Ремонт В подъезде Внутри Я была У знакомой Там На Варавикс Незгатве И там Очень Красиво Хорошо Сделан Качественный Хороший Ремонт В подъезде И я Хотела Узнать Когда И у нас Будет Можно Вам Вопрос Задать Да Скажите Пожалуйста Если Вы имеете Ввиду В пределах Одного Кооператива Я догадываюсь О чем Идет Речь Я просто Хочу Спросить А вам Не сказали На Варавикс Что Они Сами Приняли Решение О ремонте Они Сами Приняли Решение О том Что И как Будут Собирать Деньги И только После этого Сделали Ремонт И сами Кстати Они его И контролировали Если Мы Об одном И том Ж Так Что У меня Вопрос Может Об одном И том Значит Если Ваш дом Реновированный Я догадываюсь Что Скорее Всего Реновированный В этом Случа У меня Такой Вопрос А кто Должен Принять Решение О Ремонте Косметическом Ремонте Подъезда Понимаете Просто Был Такой Разговор Что Вроде Будет На Этажах Вот Этот Ремонт А это Зависит От вас В прошлом Году Был Такой Разговор А сейчас Я так Точно Не могу Конечно Сказать Мноломерное Конечно Жильцы Принимают Решение Ну Кого-то Жильцы Не приняли Решение Потому что Периодически Ты предлагаешь Во-вторых Мы Допустим Если Касается Нашего Кооператива Мы Крайне Редко Предлагаем Косметический Ремонт Тут В тех Домах Где Прошла Виновация Там Есть Смысл Заниматься Уже Косметикой В остальных Домах Там Дело Довольно Очень Красиво Нам бы Хотелось Чтобы И у нас Тоже Все Было Пожалуйста Без проблем Но это Стоит Довольно Подерганный Подъезд Внутри Там Остались Без проблем Но Вам Я задавала вопрос О возможном Ремонте Части Дома Жильцами Какого-то Парадного Объясните Пожалуйста Технику Этого Заявления Оплаты А зачем Вам Заявление Оплата Вы Хотите Что Вы Будете Отдельно Собирать Деньги Отдельно Платить Домо Управлению Нет Мы хотим Чтобы Был Проведен Ремонт И Деньги На Этот Ремонт Отчислялись Только От Жильцов Определенного Управления Я вас понял Значит Первая часть Ответа Моя заключается В следующем Жильцы Могут Своим Трудом Либо Своими Финансами В отдельную Часть дома Не вовлекая Остальные Общие Деньги Да Вложиться Можете Можете Без проблем Это первое Но нужно считаться С тем Что если Следующий Подъезд Вишит Что надо Делать Всему Дому То тогда Вы будете Вкладывать Своевых Ремонт Ну Есть такая Закавыка Второе Если Вы хотите Делать Это Через Домоуправление Но надо Договариваться С домоуправлением Здесь Я никаких Проблем Не вижу Но отдельное Вишение Одного Готовить Ремонтные Работы Отдельной Лестничной Клетки Оплата Будет Идти С отдельной Лестничной Клетки Я не вижу Здесь проблем Никаких Это Вишается У нас Прошу прощения Я вижу Проблемы Из 10 Квартир Одного Парадного Живут Только Три Собственника Остальные Арендуют И остальные Собственники Заграницей Недоступны Или Малодоступны Так что Вы хотите Сейчас узнать Вы спрашиваете Можно ли сделать Я говорю Как оформить Протоколом Собрания Оно должно Голосовать Большинство Собственников Квартир То есть 6 Квартир Я понимаю 6 собственников Ну как минимум 6 собственников Должны И в принципе Я думаю Что я бы Как управляющая Компания Сказал бы Ребята Остальные 4 будут Платить Или нет Потому что Здесь вопрос Такой Немножко До всему Думу Там немножко Другое Регулирование А здесь Должен быть Очень хороший Консенсус Внутри Подъезда Иначе Никак Значит Не получится Скорее всего Боюсь Что нет Скорее всего Боюсь Что нет Потому что Стоит кому-то Одному Забастовать И не платить И все это Повиснет в воздухе Но Что значит Не платить Домоуправление Возьмет деньги За Президент Понимаете Домоуправление Не та организация Которую Может брать Может не брать Она может Начислить Соответствие С законом И если человек Вот когда Принимается Всем домом В решении Это одна Законодательная База Когда частью Дома Это совершенно Другое Значит Высот Возможно Прошу прощения Может быть Общее Собрание Проголосует За то Что сделать Ремонт Одному По-разному И деньги Взять Только Жильцов Определенного Общее Собрание Некомпетентно Такие вопросы Вешать Оно может Вешать Вопрос О том Что давайте Делаем Вообще Все подъезды Но они И не нуждаются В парад Они сделали Сами За свой счет Ну вот здесь И есть Вот дальше Я вам ничего Так не скажу По параду По эфиру Тут ничего Больше Не скажу Извините Но здесь Действительно Я понимаю Что Меня сразу Этот немножко Звонок Смутил Потому что Я понимаю Что здесь Речь идет О том Что Общее Собрание Не может Обязать Собственников Одного Подъезда Делать Или не Делать То есть Они Сами Себе Хозяева Да Но вот Если мы говорим О предыдущем Звонке Тот пример Когда Одного Дома Приводился Если Это То Ну у меня Был Аналогичный Случай Скажем Там все-таки Дом принял решение Делать Два Подъезда Делать Двух Подъезда Ремонт И они Его Сделали Осуществили Да Это Не особенно Дешевое Мероприятие Но тем Не менее Если Есть Другие Примеры Когда Люди Локализуются Тогда Они Самоорганизуются Не вовлекая В это Домоуправление Не будем Скрывать Что Есть люди Которые Категорически В этих Случаах Не согласны Платить И там Были У меня Примеры Насколько Мне Помнится 15 Квартир 12 Да Будем Делать 3 Нет Мы Ничего Платить Не будем Ну Вот В отказ В полный Пошли Оставшиеся 12 Сказали Ладно Мы заплатим Все Бог с вами Там Или на совести Или Понимаете Как подарок И Сами Организовали Сами Сделали Поэтому Варианты Есть Разные Но Я думаю Когда Локально Делается Пытается Делать Что-то Лучше Самим Организовываться Тут Очень Сложно Потому что Домоуправление Оно может Работать Только на основании Законов А это Не попадает Под регулирование Вот Возвращаясь К этой теме Жилого фонда Который Был Построен Вот Примерно В одно время Около 40 лет назад Вот Какой По вашим Оценкам Какой Процент От общего Вообще Жилого фонда Составляют Эти Ну Вот Дома Которые Могут Ну Сейчас Подходит Вот их Срок Когда У них Могут Начинаться Серьезные Проблемы Все Все То Что Построено С 70 Скажем С 65 Года По 90 80 Год Да Это Это Все попадает В зону риска В зону риска Но У нас Массовое строительство Где-то Закончилось В 85 86 Году И Вот Смотрите Это 86 Год Это Уже 35 Лет Это Уже Очень Близко Очень Близко Уже Инженерные Коммуникации Уже Изношены То Они Там Еще Держатся Но Это На последнем Слове Здравствуйте Алло Добрый день Добрый день Дома Обслуживает Кооператив В 18 Год Кооператив Закончил С убытками Около 30 Тысяч На Общем Собрании Членов Кооператива Председатель Не поставил Вопрос О Покрытии Ущербом Несмотря На то Что Члены Кооператива Писали Заявление Включить Этот Вопрос Вот Как нам Рассматривать Это действие Председателя Для того Чтобы Ущерб Был Возмещен И Считались Нашим Мнением По Включению В повестку Дня Тех Вопросов Которые Считают Члены Кооператива Можно Можно Вопросы К вам Задать Один Ущерб За счет Убыток За счет Чего Организовался Ну Как бы Такой Подробной Информации Как Председатель Говорил Что За счет Аварийных Работ Ну Это Вранье На самом деле Он повысил Зарплату Всем работникам Единолично Без Участия Собственников Квартир Каждого Дома И Вот Это Вызвало Очень Большие Потери Понятно Я могу Ответь Так Здесь Полностью Смешение Всего Чего Можно На самом Деле Кооператив Является Такой же Обслуживающей Организацией Как Любая Частная Контора Ничем Не Отличается Кроме Одного Формы Собственницы То Что Там Собственник Немножко Другой Только Собственником Кооператива Собственник Квартиры Который В данный Момент Является Собственником А с потерей Прав Собственности Он Теряет И прав Членство Это Раз И То Что Способ Принятия Решения Один Собственник Или Один Член Кооператива Один Голос Собственно Говоря То Что Вы Сказали Этот Убыток Образовался В результате Хозяйственной Деятельности Ну Значит Это Просто Напросто Здесь Вопрос У меня Первый Восполним Или Этот Убыток Если Было Первое Объяснение За счет Того Что Было Приведено Ремонтных Работ Больше Чем Планировалось То Тогда Конечно У Кооператива Есть Возможность Выставить Дополнительными Счетами К оплате Фактически Ну За Фактически Проведенные Работы Это Никакой Не Убыток Это Совершенно Нормально Если Кооператива Дальше Здесь Есть еще один вопрос Как вообще Должно Работать Нормальное Кооперативное Общество Так же Как и Предприниматели Сначала Составляется Бюджет Дом То есть Доходы Расходы Конкретного Дома И даже Я бы сказал Без Ремонтных Работ Ремонтная Работа Это Отдельная Статья Составляется Сколько Нужно Зарплаты На Обслуживающий Персонал Сколько Нужно На Дворника Сколько Нужно Материалов И так Далее То есть Полная Смета Составляется На Дом И Если Отправление Кооператива Видит Что Этих Денег Которые Ну Допустим Сегодня Утверждены Не хватает По каким-то Статьям То Оно Должно Для Данного Дома Увеличить Стоимость Содержания Или Обслуживания И Утвердить На Собрании Собственников Конкретного Дома И Так Должно Происходить На Каждом Доме Отдельно Также Отдельно Должны Быть Утверждены Ремонтные Фонды И Ремонтные Работы На Собраниях На Каждом Не важно Кооператив Не Кооператив Кооператив Не имеет Никаких Прав Решать Что Либо За Дом Он Обслуживает Дом Он Не Решает За Дом И Вот Когда Вся Эта Масса Решений Собирается В Одну Кучку Мы Допустим Выясняем Что На Обслуживание Дома Все Дома Проголосовали Установлены Законом Повядки И У нас Имеется Определенная Сумма Тогда Уже Внутри Кооператива Начинается По Определенной Процедуре Делешь Этих Денег Для Того Чтобы Обслуживать Дома Соответственно С Договорами И Требования Нормативов Нужно Произвести Такие Деньги Для Этого Нужно Столько Персонала Мы Можем Исходя Из Денег Платить Столько И Столько Вот Таким Образом Это Происходит А не Так Что Председатель Кооператива Решил Что Я Повышу Зарплату Кому То Он Насчет Зарплаты Правления Вправе Решать Но Насчет Фонда Оплаты Общего Оно Не Вправе Решать Бюджет Уже Должно Распределять Собрание То есть Ты приходишь На собрание И говоришь Что На Такую Ну Скажем Так Я По себе На Бухгалтерский Бухгалтерам На Финансовое Обслуживание Предприятиям Нужно Столько Это Денег На Инженерное Обслуживание Домов Нужно Столько Это Денег На Администрирование Столько Это Все Эти Фонды Ты Распределяешь По видам Затраты Тебе Их Утверждают Уже После Этого Уже Исходя Из Имеющихся У тебя Фондов Ты Начинаешь Назначать Зарплаты Как Администратор В этом Случа Никого Перерасхода Быть Не Может Поэтому Отвечая Попытка Ответа На Ваш Вопрос Должна Быть Такая Вы Должны Четко Понимать Из-за Чего Что Образовалось Если Вы Считаете Что Вам Предоставляют Недостоверную Информацию То Наверное Нужно Принимать Организационные Обещения Относительно Руководителей Вы же Их Избирали Понимаете Это же Само Управление Вы же Акционеры Вы же Члены Кооператива Вы Те Люди Которые Назначают Исполнительную Власть Ведь Управление Это Не Законодательная Она Исполнительная Власть Дело Должно В промежутках Между Собраниями Выполняет То Что Вы Члены Кооператива Им Сказали А не Наоборот Когда Приходят Председатели Говорят Всем Что Будет Так И так А Вы Помолчите В стороне Насколько Я понял Из Ваших Слов То есть Фонд Заработной Платы Правления Кооператива Он Утверждается Собранием И внутри Можно Что-то Перераспределять То есть Кому-то Больше Кому-то Меньше Но Тогда Получается Если Кому-то Больше Кому-то Меньше То есть Окончательная Сумма Она Фиксируется Она На сорвание То есть За нее В принципе Как Нормально В любом Бюджетном Организации Если У тебя Есть Бюджет И он Постатейный То ты Выходить Не можешь Но Естественно Если Есть Руководитель Не всегда Это Председатель Кооператива Есть Кооперативы Где Есть Управляющие То есть Кооператив Председатель Занимается Общественной Работой А вот Профессиональной Работой Тем Часто Работой С персоналом Занимается Управляющий Так и По закону Допускается В этом Случа Управляющий Смотрит Что Допустим Лучше Иметь Двух сотня Ехотников По тысяче Евро Чем Четырех По 250 Ну Грубо говоря И Соответственно Он Может Принимать Но Он Не Может Выскакивать За Пределы Бюджета Своего Но Это Азы Бизнеса По другому Никак Потому Что Если Ты Хочешь Выскочить Ты Должен Тогда Пойти Куда И найти Финансирование Или Понимать Откуда Ты Перекроешь Ну Надеемся Что Мы Ответили На вопрос Ну Просто Я понимаю Что Как раз Претензия Была Слушательницы Что Повысив Зарплаты Таким Образовалось Вот Это Задолжение Ну То есть Минус Понимаете Я понимаю Так Что Если Так Как Сказала Радиослушательница То Председатель Нарушил Все Что Мог То есть Он Не Увеличил Доход Из Домов То есть Не Согласовал С домами Повышение Кварплаты А просто Взял И Повысил Зарплату Но Что Он Сделал Он Неоткуда Повысил Зарплату А точнее Вот Если Мы Глянем О любом Домоуправлении И о Кооперативе То Они Существуют На Деньги Которые По квитанциям Заплатили Собственники Квартиры И Если Он Где-то Попал В Минус Значит У Него Или Должен Был Быть Плюс Либо Он Израсходовал Деньги Не По Целевому Назначению Либо Ремонтный Фонд Залез Ремонтный Фонд Что Категорически Нельзя Делать Либо Он Взял Деньги Из С счетов Поставщиков Ну Откуда Еще Могут Взяться Деньги Ну 30 тысяч Это Не Такая Сумма Там Маленькая Чтобы Ее Не Заметь Ну 2 Цента Можно Не Заметь Но 30 тысяч Это Уже Достаточно Серьезная Сумма И Вот Откуда Он Ее Взял Ведь Вопрос Даже Не В том Что У тебя Там В балансе Минус Появился Откуда Ты Ее Взял И Чем Ты Ее Восполнишь Ну Вот Вопрос Который Очевидно Наша Службница Должна Задать На Собрании Кооператива Здесь Нужно Очень Четко Понимать Я Почему Так Долго Говорил Потому Что Все Почему Пытаются Кооперативу Придать Какие Особые Свойства Ничего Подобного Это Обычная Организация Которая Обслуживает Дома Просто Несколько Другой Формы Организации Собственников Наверное Нам уже Пора Заканчиваться Время К сожалению Слишком Мало Для того Чтобы Поднимать Еще Какую Нибудь Тему Я Напомню Что Сегодня В нашей Суде Был Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидор Я думаю Что Надо Предупредить Наших Слушателей Что В связи С Праздниками Грядущими Наверное В следующий Понедельник У нас Будет Выходной И мы Встретимся Через Неделю В понедельник Уже Не 18 25 25 Ноября Спасибо Большое И было бы Желательно Если кто Нибудь На Ватсап Написал Свой вопрос Хотя бы 1-2 Чтобы можно Было бы Заранее Подготовиться И может Развить Ту тему Которая Вас Интересует Да Пишите Пожалуйста На Ватсап Номер Ватсап 2 3 0 6 1 Задавайте Вопрос Просто Припишите Что в Программу Добро Пожаловаться Вопрос Спасибо